Сегодня мы находимся в городе Видное, это Московская область, недавно появилась информация о том, что ООО компания КЕБ будет отвечать перед экологической природоохранной прокуратурой, природоохранная прокуратура города Москвы возбудила дело и требует от компании КЕБ 1 миллиард 343 миллиона рублей за несанкционированную свалку в поселении Мосрентген Новой Москвы. Поэтому мы сегодня попытаемся связаться с руководителями этой организации, ну и слышать, конечно, комментарии, что они думают по этому поводу и готовы ли они платить такие сумасшедшие деньги. Извините, мы уже обращались к компанию КЕБ, юридический адрес. Можно глянуть? Нет? Есть такая. Да, а славянский мир? А славянский мир можно к ним подойти, не скажете? Как к ним подойти? Второй, конечно, направо. А? Спасибо большое. Извините, не подскажете, как славянский мир найти организацию? Ой, у нас нет такой. Что-то там? Может, выше? Не знаю, не знаю. Да? Попробуем там выше. Здрасте, не скажете, славянский мир и организацию как найти? Ну, вот там она перечислена, что она есть, типа. Может, выше у кого-то нет? Андрюха, что ты чувствовал? С славянским миром, да. С славянским миром, да. Твой этаж я взял, твой этаж направо идти, если правильно. Да, мы нажимаем, мы пошли. А, направо нам пойти, да? Там просто вроде двери закрыты. Тук-тук-тук. Здрасте, я не подскажете, славянский мир? Да. Это вы? Ну, это и я. А кто? Они сидят, но их здесь нет. А как можно их найти, не скажете? Телефончик. Простите, они прямо сидят у них в стол или кабинет? Ну, они в стол здесь, да, сидят. А вы не слышали о компании Кейп? Ну, они тоже здесь. Это все одно дело, да? Бухгалтер, да. Нет, и сама приходящая, тоже бухгалтер. Слушайте, ну, очень важно, потому что, может быть, слышали историю о том, что в прокуратуре появился иск на 1 миллиард 344 или сколько-то там миллионов рублей. Не знаю, не могу ли что-то. А как можно им позвонить, не скажете? А вы кто? Я журналист. Журналист? А у них стол какой вот, слева, справа? Хороший стол. Что-то так бедненько у них, такой сумасшедший иск. Как они платить-то будут за это все делать? Спасибо. Здравствуйте. 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 Ну, кто есть там? Уважаемый. Что здесь? Сюда бродить. Паспорт ваш. Ну, что у нас? А, что нужно? А, что нужно? Паспорт ваш. Меня не попросили, просто попросили. Кому что вы делаете? Я в приемную хочу уточнить информацию. Знаете, что съемка запрещена? Пожалуйста. Где запрещена? Вообще здесь запрещена съемка. Где написано, скажи. Вот, пожалуйста, стенд правил. Покажите мне, где съемка запрещена. Я средство массовой информации. Пожалуйста. Так, пробуй сюда, информация где. Ну вы мне скажите, где, позовете я пока. Вы меня записали? Нет, сейчас запишем. Что у нас съемка правильная? Разрешение. С кого приходишь? Ну позовите его, пускай мне запретит. Я официальное лицо средства массовой информации. У меня есть свидетельство. Мне можно, как это, что? Есть закон, который разрешает снимать. Спасибо большое. Во время судебных заседаний гражданам запрещается. А мы что, находимся сейчас на судебном заседании? Простите. Когда будет судебное заседание, воспользоваться можно будет под разрешение, я понимаю, как... Приседатель чего? Да, но сейчас же судебное заседание не проходит. Я подошел в суд вместо общественное. Колющий, режущий, газовый баллончик. Пожалуйста, ради Бога. Пожалуйста. У меня ничего нет, у меня есть камера, бумажки. И передний, конечно. Пожалуйста. Все, большое спасибо. Вы все слышали, принимали хорошо, принимали по добру. Сотрудники суда Видновского даже не знают, как можно принимать средства массовой информации. Ну ладно, не будем об этом говорить, не будем даваться подробностей. И наша цель это все-таки уточнить, что же будет дальше с этой компанией, организацией. Потому что периодическому адресу компания не располагается. Будем следить за развитием событий вокруг МОЗ Рентгена. Что же будет дальше с этой свалкой. Новая Москва, 24.